Особое мнение на 101FM Спасибо большое Поздравляю с победой И вы будете новичком в городском парламенте Седьмого созыва Честно говоря, мне приятно Что такие молодые люди Молодые мужчины попадают в городской дом Потому что мы с вами люди одного поколения Моей супруге 35 лет Вам 35 лет, мне 40 лет И в принципе я понимаю, что Вот так по жизни у нас одни и те же примерно задачи Мы воспитываем детей У нас появляются проблемы со школами С садиками, нужно всех устроить Кружки, дополнительное образование и так далее Вот хотелось бы, Владимир, сразу Познакомиться поближе Как с человеком Уже с человеком, который прошел у нас Седьмой созыв в Гордуме У вас трое детей Все верно, трое детей Вы отец, вы муж Вы по образованию, по-первых, строитель, я прочитал Сейчас вы продолжаете учиться Государственное и муниципальное управление Как в политику вообще, Владимир, попали? Когда это осознание пришло? С чего все начиналось? Осознание пришло, наверное, примерно лет пять назад То есть занимался общественной деятельностью Участвовал в различных проектах Ну а потом понял, что как общественник Сильно больших результатов тяжело добиться К сожалению Почему именно ЛДПР? Почему именно связали жизнь с либерально-демократической партией? Считаю, что эта партия всех ближе к людям Интересная позиция Ну, надо сказать, что ваши коллеги по партии Регулярно приходят к нам в гости Участвуют в передачах Ну и того же вспоминать, если Дениса Ерохина Ну, один из самых таких ярких депутатов В рамках городской думы уже уходящего Шестого созыва Что называется, человек не лезет за сломом в карман Ну и я так думаю, что у вас тоже такой потенциал-то неплохой Собираетесь отстаивать интересы избирателей И так далее Надо сразу же сказать, что фракция ЛДПР В седьмом созыве городской думы Будет представлена по-прежнему четырьмя депутатами Как и пока в шестом созыве Кроме вас в гордуму Прошли Денис Ерохин, соответственно Светлана Шихова Владимир Костин, лидер фракции ЛДПР Нет, Владимир Костин, получается, у нас отказался Да-да-да, я к этому подвожу Да, лидер фракции ЛДПР В законодательном собрании Кировской области Он берет самоотвод Светлана Шихова Денис Ерохин Владимир Малков И Артем Костенрев Уже обсуждали, встречались с коллегами С какими целями, задачами Ну, я понимаю, что там же Многое все в процессе В процессе предвыборной Компании все это подготавливалось И встречи с избирателями и так далее Вот основные цели и задачи Которые сейчас будете, Владимир, ставить В Кировской городской думе Так, давайте начнем с того, что После встреч с избирателями То есть каких-то наказов У нас есть четкое понимание Что хотят люди, что они ждут В принципе, от городских депутатов И от их работы То есть это в первую очередь Это, назовем так, банальные какие-то проблемы Но это тротуары, это ЖКХ Это благоустройство города Соответственно, социальные объекты И в первую очередь мы ставим себе эти задачи То есть улучшать жизнь граждан Вы в основном общались с жителями Ну, в том числе чистых прудов В ходе предвыборной кампании Какие проблемы такие жизненные Актуальны именно для чистых прудов? Чистые пруды Там, конечно, очень хромает у нас Образование То есть чтобы устроить детей Нехватка То есть нехватка мест Очень большая проблема Также это транспортное сообщение Уехать из чистых прудов куда-то в город Ну, очень проблематично С утра это огромные пробки То есть в автобусы дети не всегда могут залезть с утра Вот особенно это утренние часы пик Городская администрация на протяжении последних лет Ну, как-то пыталась решить вот эти транспортные проблемы Если о них сейчас говорить Но вы считаете, что недостаточное внимание этому? Они очень интересны То есть они выезжают на место Смотрят, как вообще у нас с пассажиропотоком И делают заключение, что все отлично То есть какое время, когда они выезжают Выезжают ли вообще, ну, остается большим вопросом Тот же 90-й маршрут, да, если не ошибаюсь? Да Буквально недавно было Битком ездят И люди не понимают, почему Почему чиновники приезжают Но ситуация не меняется в лучшую сторону кардинально Так, транспортная проблема еще Дальше пешеход Ну, соединение чистых прудов с каким-то То есть с этим же поселком чистые пруды То есть там есть дорожка Это актуальная тема, с которой я боролся, в принципе Там нету тротуаров Это между двумя прудами Хотя по ГОСТам они должны быть Да, по ГОСТу должна быть Для безопасности пешеходов Все верно, около твердого покрытия Должен быть тротуар с освещением Но там уже много лет Там есть и случаи, когда детей сбивали Решение было, конечно, принято или предложено администрации Сделать в обход Белуги Но это не по ГОСТу То есть Белуга, я поясню, кто не в курсе Это частный комплекс Да, рыболовный И вроде позиционировали это, как сделать временное решение Но мы все знаем, что нет ничего постоянного, чем временно Так что мы всеми руками и ногами были против этой идеи В итоге, ну, отложили Позиционируют это тем, что сделать нормальный тротуар Требуется там какая-то тяжелая проектно-смертная документация Какие-то мосты строить Ну, смешно, честно Что конкретно будете предпринимать? Нет, в любом случае мы будем добиваться Чтобы сделали по ГОСТу дорогу Ну, я думаю, что примерно уже представляете, с чего он уже начинается Конечно, конечно Собственно, куда обращаться На какие рычаги там оказывать давление и так далее Так, транспорт, что еще? На что еще жители чистых прудов в первую очередь обращают внимание? Нет медицинских учреждений Район густонаселен, но при этом нет возможности полноценную медицинскую практику Даже если взять у нас поступление детей в детский садик, там очереди Даже эту же прививку сделать, либо попасть на прием к терапевту Люди с утра занимают очередь, чтобы отстоять В чистых прудах на сегодняшний день кабинет общей практики или как это называется? Ну да Врача общей практики существует, но нет полноценного медицинского учреждения Узких специалистов, то есть вообще по пальцам можно сочетать Приходится с детьми ездить куда-то в центр города, в поликлинике Что очень неудобно, безусловно Ну учитывая совмещать, если что, приходится ездить в центр города От транспортного сообщения автобусов очень большие проблемы То есть одно на другое накладывается Что касается образовательных учреждений, в чистых прудах у нас существует Новая школа, но мест очень плотно Да, у нас получается две школы, это 25-я, 39-я Сейчас будут строить еще одну Но это не решит проблемы микрорайона, то есть чистых прудов И если мы берем так микрорайон Курочкино и относим к чистым прудам То есть строительство одной школы не решит проблем В настоящее время сколько примерно численность жителей микрорайона чистые пруды? Порядка 30 тысяч человек, наверное, да? Примерно как в Кирово-Чепецке где-то равняется Побольше уже, в общем, существующих объектов медицинских, образовательных крайне не хватает Вообще вот если задаваться вопросом, там есть где строить, есть где размещать Там земли очень много, земли очень много То есть даже взять, ну опять коснемся этого микрорайона Курочкино Есть два отведенных участка под строительство, садика и школы Но в принципе сроки все время сдвигаются и переносятся А с чем это связано? С финансированием, как у нас указывают Ну также у нас очень интересно министерство образования То есть когда вопросы им задаешь, они говорят, что все дети устроены То есть проблем с местами в детский сад и школы нет То есть якобы в отчетности Да, в отчетности все красиво Да, все в порядке Непосредственно встречались, наверняка ведь с чиновниками, которые отвечают у нас за сферу образования Как они себя ведут? Как они отвечают вообще на ваши вопросы? Со своей стороны мы не то, что встречались, мы и писали То есть они планируют, но когда планируют То есть сами понимаете, ответы приходят какие-то такие То есть не конкретный ответ, а все вокруг да около да будет Да, тогда планируем и все время срок сдвигается Без каких-то конкретных решений, к сожалению Я напомню, что ЛДПР на прошедших выборах в городскую думу показала второй результат После Единой России 16,6% голосов и явка на этих выборах в Кирове составила чуть более 24% Я знаю, вы писали пост у себя на странице ВКонтакте Что характеризовали как низкую, да, крайне, эту явку Почему? Почему, Владимир, не ходят у нас люди на выборы? Мне кажется, народ не верит в выборы Хотя очень это ошибочное мнение То есть выборы действительно В этом году, в принципе, нарушений было не так много Но нарушения были Но выборы... Чуть позже поговорим Да, выборы, в принципе, прошли более-менее честно Соответственно, ну, явки народу нет То есть, общаясь с гражданами, спрашивая, почему они не посетили, предположим, избирательные участки Многие даже не знали, что будут выборы Это вы уже после 10-11 сентября общались, да? Большинство не знают, где их избирательные участки находятся, адреса Вот эти бумажки, которые клеют перед выборами, сами понимаете, их либо сдирают, либо заклеивают Ну и народ на доски особо объявлений никто не смотрит Со своей стороны, считаю, это должна быть какая-то мощная информационная поддержка по телевидению, по радио Что тогда-то состоятся выборы, то есть приглашаем туда-то, туда-то О своих участках можете узнать там на сайте, либо позвонить там на горячую линию, чтобы вам подсказали Ну вот мы сейчас до начала общения в эфире, мы с вами, да, говорили о том, что молодое поколение, да, в первую очередь Нужно каким-то образом побуждать ходить на выборы и вкладывать в головы молодого поколения о том, что это важно Ведь не так часто нам предоставляется эта возможность и право сходить и проголосовать Я, честно говоря, не знаю почему Ну нужно выделить буквально 10-20-30 минут для того, чтобы пойти на избирательный участок и все Ну у меня по времени заняло это около пяти минут Ну в зависимости от того Очередей там как в магазине нет, в супермаркетах, так что это довольно-таки быстро Просто есть районы в областном центре, там та же Заречная часть, где для того, чтобы до избирательного участка добраться, нужно преодолеть не маленькое такое расстояние Ну да В общем, ну удивительно, конечно, не читая новости, не читать новости и не знать о том, что у нас выборы, не могу понять Что касаемо молодежи, тут, наверное, объяснение с моей точки зрения одно Вот, молодежь мало увлекается политикой То есть, возможно, какое-то просвещение, если это хотя бы было бы в школах, либо там уже институтах То, возможно, народ бы стал, ну молодежь А что значит увлекаться политикой? Обладать каким-то базовым набором знаний или все-таки вот понимать, как система устроена Что зависит от конкретных избирателей, как можно потом влиять Да, в любом случае это надо носить до молодого поколения, чтобы они хотя бы базовыми какими-то знаниями обладали Что как устроена система, как там люди влияют на это же голосование Ну вот, я так понимаю, это большое поле для деятельности уже Вас, как, собственно, депутата Кировской городской думы, можно идти в школу, проводить какие-то уроки Ну или, не знаю, хотя бы пытаться договариваться о том, чтобы Главное, чтобы в школу пускали А с этим могут возникнуть проблемы? Ну да, как практика показывает Про Единую Россию, которая показала на выборах в Гордуму почти 64% А, нет, простите, все-таки это количество мандатов 34% голосов за Единую Россию у нас на этих выборах Почему Единая Россия, на ваш взгляд, снова впереди? Это довольно-таки очень интересный вопрос Я считаю, учитывая небольшой процент явки избирателей У Единой России очень хорошо сработала мобилизация граждан То есть тех сторонников, либо бюджетников, как мы понимаем То есть в этом плане, да Они хорошо мобилизовали и отправили на избирательные участки То есть своего избирателя они довели до участка А ЛДПР довела своего избирателя? Да, ЛДПР, к сожалению, в этом плане немного не дотянули мы А где основные проблемы вы видите? Проблемы, то есть в плане избирательной кампании Мы немного поздновато влились, то есть предвыборную кампанию Как оппозиционная партия вы понимаете, что в поле информационном Мы не можем быть настолько сильно, как партия Единая Россия То есть поэтому даже у некоторых людей всплывают вопросы Почему вы появляетесь только перед выборами? Мы всегда были, есть и будем Но масштабироваться в информационном поле, к сожалению, мы настолько мощно не можем Ну и да, подвела тоже там мобилизация граждан, избирателей В принципе, они готовы были голосовать Но как-то мы тут немножечко, может, упустили этот момент Что довести своего избирателя до участка В ходе общения предвыборного с избирателями Самые большие эмоции, что у вас вызвало? Какие заявления или, может быть, вот Все это разочарование в этой выборной системе Голосовать бесполезно ходить, как часто у нас люди говорят Самые такие яркие большие эмоции Люди, которые приходят навстречу, они все верят в голосование Но, чтобы было понимание, предположим, дом 100 квартир Со 100 квартир приходит, дай бог, 20 человек То есть это люди, которые действительно приходят навстречу к депутату Они с ним общаются, задают вопросы, что-то выслушивают от него И они уже идут на участок Вот, в принципе, из 100 человек 20% вот эта явка Ну да, собственно, можно сопоставить с той явкой, которая у нас И, собственно, и получилась на выборы в городской парламент У нас, как известно, в городской думе есть несколько постоянных комиссий Вот, например, ваш коллега Денис Ерохин Возглавляет комиссию по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу Экологии и безопасности жизнедеятельности Всего комиссии 6 Вы будете претендовать на попадание в какую-то комиссию Что вам больше всего по душе? Местное самоуправление, комиссия по социальной сфере По благоустройству, развитию инженерной инфраструктуры По ЖКХ транспорту уже сказал Комиссия по имуществу и земельным отношениям По бюджету и финансам Ну, учитывая то, что вы строитель Имеете непосредственно отношение к этой сфере Надо понимать, что как-то вот к этому будете тянуться Нет, скорее всего мы бы хотели остаться в этой комиссии Где мой коллега Денис Ерохин состоит То есть будем настаивать на ней Как повернется дальше, честно, пока тяжело предугадать Знаете, вот есть еще у нас в народе такое суеверие Депутатов очень часто путают с чиновниками Что все они там на зарплате И зарплаты у них там хорошие Хотя на самом деле оплачиваемых должностей В Гордуме, ну, их можно там по пальцам Кроме главы города еще заместителей есть Вы сталкивались с такой позицией, с такой точкой зрения? Да, это повсеместно То есть все люди у нас думают, что депутат это чиновник Он получает огромные там зарплаты Ездит отдыхать и так далее Нет, депутат это, то есть избранник от народа Он, это, можно сказать, общественная деятельность И зарплаты нет никакой Обсуждался ли вопрос уже выдвижения некой кандидатуры на пост главы города? Эти фракции могут этим заниматься, да? Каждый депутат обладает этим правом Вы уже с коллегами пообщались? С коллегами мы этот вопрос еще не поднимали То есть, да, у нас планируется встреча То есть, ну, нашей фракционной ячейкой То есть, в конце недели эти все моменты Мы в любом случае будем обсуждать Выслушаем каждого и примем какое-то решение Ну, Елена Васильевна Ковалева у нас является еще Главой города Кирова До, собственно, формирования, полноценного формирования Гордумы седьмого созыва Ваша оценка Вы наблюдали на протяжении последних лет За деятельностью главы города Ее роль, ее значение в городской жизни Как оцениваете? Честно Очень много недоработок То есть, я даже не как Там депутат Будущий, даже как житель То есть, я бы хотел, наверное, чтобы Глава города у нас чаще общалась с людьми Встречалась И обращала внимание на Житейские какие-то проблемы Народ много не просит Ну, есть такие моменты Вот это же благоустройство Парки-скверы и так далее То есть, на которое стоит обращать внимание Людям этого очень не хватает Вы с Еленой Васильевной В одном округе Да, в одном округе Вы боролись? Как оцениваете То, что получилось Это соперничество Не знаю Вот смотрите По наблюдениям То есть, очень интересно здесь По поводу чего я говорил Мобилизации граждан И, то есть, участков, где нету у нас Грубо говоря, бюджетников Или тех людей, кто поддерживает там Единую Россию То есть, у меня участок был Назову большие населенные пункты Это чистые пруды Ленгасова-Дороничи Чистыми прудами То есть, на двух участках Я, получается, Елену Васильевну обошел На двух мы почти ровно закончили В Дороничах и Ленгасово, конечно, я уступил со своей стороны Довольно-таки с большим отрывом я проиграл Но взять Дороничи То есть, там мобилизация, скорее всего, была, по моему мнению Это холдинг Дороничи А взять Ленгасова Это, по большей мере, те сотрудники, которые работают на железной дороге В чистых прудах таких бюджетников То есть, нету, в принципе, там учебных заведений Это на пальцах можно перечитать Публика довольно разнообразная Да, соответственно, по этому участку То есть, избирательному я выиграл Может быть, есть какие-то конкретные доказательства? Общались, может быть, с людьми, с избирателями Они напрямую говорили о том, что Ну вот, нам порекомендовали в обязательном порядке сходить Доказательств, честно, нет Да, особо в это, ну, то есть, ходят слухи То есть, даже люди, ну, когда сам отработал на избирательном участке Ну, на нескольких постоял То есть, когда приходит народ То есть, они все равно общаются Ну, краем уха в любом случае слышишь Нарушения, вы, Владимир, упомянули Были какие-то зафиксированы? Можете сейчас поделиться, что это было такое? Да, то есть, самое большое нарушение Это информационные кубы у избирательных участков В день голосования? В день голосования, то есть Ближе 50 метров То есть, даже находились прямо на входах В участковой избирательной комиссии Ну и различные очень нам попадались Автомобили, обклеенные Портретами кандидатов От Единой России, которые стояли Непосредственно у избирательных участков Ну, подавали заявления, соответственно, еще Жалобы на эти факты? Да, конечно, мы писали То есть, звонили в полицию То есть, у нас порядка 16 заявлений поданы Пока ответа нет На место-то приезжали стражи порядка? Ну, на место мы на один участок ждали примерно 3-4 часа То есть, к нам так и никто не приехал А нарушения в процессе, собственно, выборов на избирательных участках? Ну вот, в информационном пространстве нет что-то такого выпьющего? Может быть, вы заметили какие-то серьезные нарушения? Например, наблюдатели от общественной палаты На прошлой неделе нам рассказывали о том, что пожилая пара, муж с женой Ну вот, не знаю, может, случайно, может, специально Бабушка решила оставить этот бюллетень себе на память Но вот она вынесла с участка И тут же полиция подоспела Попыталась разобраться, почему вынесли Ну, таких серьезных нарушений не было То есть, да, были какие-то моменты Где-то не расписались избиратели за получение бюллетеней Ну, сами понимаете, мы, как оппозиционная партия Стараемся везде увидеть какой-то подвох То есть, почему не расписались Где-то лишние бюллетени были выданы Но таких критичных, честно, не было замечено Поэтому я отмечу, что эта выборная кампания Была довольно-таки, ну, неплохая То есть, в плане там фальсификации или еще чего-то У нас в городской парламент прошла партия «Новые люди» Вот она, собственно, разбавит это депутатское сообщество Какие-то соображения, мысли по поводу этих коллег у вас уже есть? Какой позиции, точек зрения они будут придерживаться? По поводу партии «Новых людей» Я думаю, мы сделаем выводы уже после того, Как у нас начнется работа То есть, увидим, как будут они голосовать И какие-то там моменты будут поддерживать Пока там подозревать кого-то в чем-то Ну, я считаю, будет неправильно Мы общились в том числе и с представителями партии «Единая Россия» На прошлой неделе после непосредственно дней голосования Вот секретарь городского отделения Александр Чиликин Насколько я понимаю, вроде как намекнул на то, Что новый человек или новый кандидат на пост главы города Будет претендовать Может быть, известно там какие-то слухи Может быть, поделитесь Все-таки продолжить Елену Васильевну работу свою в качестве главы города? Слухи, мы такие же слухи слышим Все пока уровень слуха Да, что Елену Васильевну планируют на второй срок Как это будет, ну, время покажет Давайте, хотелось бы поговорить сейчас об оценке деятельности исполнительной власти Да, с 10 августа у нас возглавляет Вернее, исполняет обязанности глава администрации Вячеслав Николаевич Симаков Многие отмечают такой серьезный прорыв В том числе и в информационном освещении деятельности Исполняющего обязанности сити-менеджера нашего города То есть, эти ежедневные сообщения, видео, текстовый формат Вот вы наблюдаете за работой сити-менеджера Какие выводы делаете? Вывод один То есть, у нас всегда интересная такая позиция То есть, как приходит новый чиновник Так он начинает прям рьяно так работать Его везде видно, слышно Он ходит, ругает здесь, раздает работы Простите, перебиваю, Вячеслав Николаевич Не совсем новый сотрудник Давно трудится в администрации В этой должности Да, оно в этой должности Одновременно он остается начальником управления по Первомайскому району Да, Продолжайте мысль так Вот, то есть, соответственно, везде подсвещается их работа В дальнейшем, как проходят выборы Как человек встает на должность Так у него запал, видимо, угасает Ну, это как практика показывает Как с Вячеславом Николаевичем будем Я тоже считаю, посмотрим То есть, как... Я его немножечко с ним знаком То есть, в принципе, ну, вроде неплохой человек То есть, и болеет за город Из-за городской хозяйки Да Ну, вот в первые дни работ Вячеслав Николаевич Тоже в нашем эфире Говорил о том, что у него есть планы заявляться на конкурс По выбору сети-менеджера И, собственно, вот эта процедура, она в ближайшее время должна быть запущена После того, как будет полноценно объявлено о формировании Городской думы седьмого созыва ЛДПР поддержала бы Симакова, если бы он заявился? ЛДПР хотела бы всех посмотреть Всех посмотреть? Конечно, весь список Может быть, предложите кого-то сейчас Персонально, может быть, кого-то видите? Нет, скорее всего, ЛДПР не будет никого выдвигать В качестве главы администрации То есть, ну, хотела бы из предложенных кандидатур То есть, рассмотреть всех И там мы примем решение Может, еще кто-то будет достойный Ну, все-таки, вот Давайте сейчас, если говорить о чертах О конкретных характеристиках, которыми должен обладать Глава администрации областного центра Что это за человек, на ваш взгляд? На мой взгляд, точнее, человек должен быть открытый Он должен большее время проводить в городе Чем заседать в кабинетах То есть, он непосредственно сам должен видеть проблематику города Также я не считаю, что он должен писать какие-то отписки Но он должен в любом случае вникать на просьбы, жалобы граждан, которые приходят Потому что, как мы знаем, иногда приходит отписка с администрацией Где даже не поменено имя, фамилия То есть, сразу делается вывод о том, что Ну, мягко говоря, не уделяли внимания Конечно Этому обращению Владимир Малков Именно с ним мы беседуем Сегодня в программе «Особое мнение» Сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза Через минуту мы продолжим Продолжаем, да Владимир Малков, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР Депутат Кировской городской думы 7-го созыва Сегодня в гостях в «Особом мнении» Сейчас Владимир произнес несколько характеристик Которым должен соответствовать глава администрации нашего города А глава города и вообще вот это двоевластие, на ваш взгляд Ну, были попытки, да, каким-то образом склонить общественное мнение к тому, чтобы выбирать всенародно Я имею в виду жителями Кирова, главу города Ну, вот я тоже прекрасно знаю, общаясь там со своими пожилыми родственниками Друзьями более старшего возраста Ну, действительно, многие не понимают, зачем нам Зачем нам и глава администрации одновременно, и глава города Ваша позиция Я считаю, это должна быть все-таки одна должность То есть дробить на... В принципе, они занимаются одной и той же работой Соответственно, зачем нам два чиновника, которые дублируют себя, по сути То есть, мое мнение, это должен быть один человек Ну, качества, которыми глава города должен обладать, если говорить о существующих Так, в принципе... Вы сказали, да Вы сказали о том, что чаще можно встречаться, да, конечно, с людьми Выслушивать их мнения конкретные Надо быть ближе к людям Ближе к проблемам Не витать где-то в облаках, то есть спуститься немного Быть приземленней Активность в социальных сетях Вот вы, как человек, активный в этом отношении Не хватает? Это существующий городской администрации, городской думе Вот информативность, информированность о работе депутатов и чиновников Соцсети у себя веду я Соответственно, это даже можно заметить по постам То есть, что они пишутся именно мной, а не сторонний человек Заметно, что вы через себя пропускаете многие вещи Да А все посты, которые у нас исходят от чиновников, это пишут у них люди То есть, они не вникают в проблемы Им дали информационный повод, они, исходя из повестки, составили пост, выкинули То есть, ну, они такие сухие, то есть, неживые Больше такая техническая работа Да, конечно Давайте, Владимир, поговорим о тех темах, которые сейчас волнуют всех, не побоюсь этого слова, жителей областного центра Ну, во-первых, это старт отопительного сезона Я понимаю, что тут, да, то, что выборы здесь нависали Это было на передовой, что называется, да, такая новость одна из Обещала нам городская администрация, что стартует у нас сезон 15 сентября И вот сейчас, как раз, согласно графику, подается тепло, многоквартирные дома Но вот с горячей водой как-то у нас не очень И вообще этот сезон, уходящий теплый сезон и ушедший уже лето Ну, прям в соцсети-то они полнились этими сообщениями о том, что люди Подолгу очень остаются без горячей воды Что происходит? Почему? Почему мы вызываем вот этот негатив из раз в раз, из года в год? Вот работая на округах, то есть Свою позицию с точки зрения строителя Да, то есть работая на округах, мы очень часто слышали от жителей нашего города Что у кого-то с мая нет горячей воды, то есть на улице уже сентябрь Идут раскопки, но людей на этих раскопках нет То есть они раскопали, перекрыли, отрезали, еще что-то сделали А дальше работы никак не движутся То есть тут закономерный вопрос Все лето-то что делали? То есть чем занимались? Либо не хватает людей, кто занимается, то есть работами Ну, скорее всего, склоняюсь к этому больше Они накопают, перекроют, ну, чтобы вода не убегала там в неизвестность И, соответственно, дальше этот участок живет своей жизнью и ждет очереди Когда приедут специалисты и там заменят кусок трубы Даже сейчас, когда мы ездим по городу Передвигаясь по городу Да, передвигаясь, мы видим, сколько у нас много раскопок на улицах города Это даже на центральных А если углубиться немного во дворы, так там куча, то есть ям, перерытых Также и очень интересно благоустройство после того, как у нас перекопаются Где газоны, где восстановление почвы какой-то, деревьев и так далее То есть у нас ведь там глины по колено остается, то есть на этом все благоустройство и заканчивается Что нужно, куда, в какую сторону нужно двигаться для того, чтобы, ну, быстрее это все качественнее происходило Чтобы не было таких больших перебоев водоснабжения Все же у нас есть чиновники, к чему это же и там глава города и глава администрации, которые должны следить за этим всем У нас, ну, сейчас в свою должность вступает новый губернатор, то есть к нему тоже это будет относиться Что какой-то погоняй на устраивать, то есть для тех, кто срывает сроки У нас ведь там, по-моему, если не ошибаюсь, 10 или 2 недели дается на устраивание Да, но в этом году существуют нюансы, одену все-таки мораторий, так называемый, да, на эти проверки, на обращение наложено Это связано с известными событиями, да Ну вот как, собственно, прийти к тому, чтобы было меньше этих коммунальных проблем Нервироваться народ, да, хватит, наверное, уже Проблем не будет, у нас сеть изношена действительно очень сильно То есть, если мы, предположим, один участок ремонтируем, нет гарантии, что через 3 метра опять эта же труба не лопнет Иногда, подходя к строителям, ну, то есть, кто у нас там трубы эти ремонтирует, спрашиваешь Он говорит, мне даже привариться не к чему Там просто труха уже, да, сеть изношена Настолько все проржавело, что менять не приходится Ну, периодически читаешь новости, как это делается в других городах Например, там более крупных, там в той же Самаре Вот коммунальщики зачастую выбирают такой метод, когда маленькими расстояниями, маленькими такими квадратами Меняются подземные коммуникации И в этом случае режимы без воды, они достаточно недолго длятся Я не знаю, конечно, тут нужно каждую индивидуальную ситуацию города улавливать, да Учитывать, возможно ли он такой у нас при таком большом износе Ну, не специалист, не возьму, конечно Судить по этому поводу Ну, мне кажется, в каждом городе надо индивидуально подходить к проблеме, то есть, и смотреть Но, насколько я знаю, у нас сети очень сильно изношены То есть, в любом случае эти аварии будут проявляться Но и со своей стороны скажу, что все-таки штат надо расширять Аварий много, а кто работает на этих авариях, почти, ну, единицы людей То есть, увеличение числа рабочих рук и твердники, на ваш взгляд, бы оно положительным образом сказалось Да, у нас цены за отопление, там, за горячую воду не забывают повышать Хотя, в принципе, качество услуг не улучшается от этого Также, еще секундочку Очень часто не могут найти виновника То ли управляющая компания виновата, то ли у нас, получается, водоснабжение Ну, да В общем, кто, собственно, собственник этих сетей? Да, и чиновники очень часто говорят о том, что у нас очень много бесхозных коммуникаций Это еще вызывает определенные вопросы Буквально остается у нас 30 секунд до завершения разговора Вы по-прежнему остаетесь открытыми, естественно, для своих избирателей Без труда вас можно найти в социальных сетях Сейчас официальная приемная, видимо, будет у вас, как у депутата Обязательно Да, официальный номер Так что в скором времени, я думаю, что изменятся эти актуальные данные На сайте Кировской городской думы И вы там тоже появитесь в списках Ну, и в конце у вас есть возможность еще раз, видимо, поблагодарить своих избирателей Да, со своей стороны хотел бы сказать огромное спасибо Кто пришел поддержать кандидатов от ЛДПР, партию в целом Мы будем стараться улучшать город к лучшему Во всех смыслах этого слова Всегда ждем к нам в гости Всегда приходите, мы рады, открыты всем Спасибо, Владимир Малков На этом мы завершаем нашу беседу Сегодня удачи, всего доброго Спасибо Особое мнение на 101FM